Ваш худший случай на тему «Я погуглил свои симптомы». Серьезный ответ. Я всегда спрашиваю своих пациентов, не гуглили ли они свои симптомы. Это дает мне много информации о том, что их беспокоит. Затем я стараюсь оставаться спокойным в отношении их выводов и держу себя в руках. Сложно вызвать доверие у пациента, сказав ему, что он идиот. Однако трудно сохранять невозмутимое выражение лица, когда 50-летний мужчина входит и говорит «Я думаю, что подхватил синдром Дауна». Или когда молодая женщина думает, что у нее рак яичек. Один школьник сказал мне, что у него опухоль мозга. Оказывается, он засунул в ухо сушеную фасоль и забыл о ней. Поясняю, ребенку было 9 или 10 лет, так что он должен был уже понимать, что он делает. У него не было причин засовывать фасоль в ухо. Они использовали бобы для каких-то подсчетов на математике в школе. Я не знаю, что это был за боб, маленький и красный. Я извлек его пинцетом. Это было много лет назад, и парень наверняка уже забыл эту историю, если только его мама не напоминает ему периодически. Я бы именно так и делал. Сейчас я врач, но это история со времен медицинской школы. У меня была пациентка, которая правильно поставила себе диагноз «мастит», хотя очень переживала, что у нее карцинома груди. Честно говоря, симптомы очень похожи. В другой раз у меня была пациентка, которая правильно диагностировала опухоль в груди, как фиброаденому. Я был очень впечатлен. Когда мой жених сказал, что у него болит грудь, и при каждом вдохе-выдохе слышался странный треск, я погуглила, и все симптомы указывали на коллапс легкого. Очень серьезное заболевание. Мы не стали паниковать и решили, что это аллергия, и только потом пошли к врачу. На самом деле, гугл был прав. Коллапс легкого. У меня была инфекция мочеполовых путей, ИМП. У меня были симптомы, и я погуглила их. В день приема врач провела обычный осмотр. Я попросила взять анализ на ИМП, поскольку у меня были симптомы. Разговор пошел так. А нельзя сделать анализ на ИМП? Я чувствую жжение, когда я писаю, и некоторый дискомфорт. Как вы сейчас себя чувствуете? Есть какая-нибудь боль? Ну нет, сейчас нет. Ну если бы у вас была ИМП, симптомы не исчезли бы. Ты в порядке? Примерно через два дня мне стало хуже. Я сдаю анализы и получаю результат. Воспаление почек, которое вызвано, кто бы мог подумать, ИМП. Я написала жалобу на эту сучку доктора. Теперь я всегда прошу провести анализы, если у меня есть какие-то подозрения. И я заставляю их дать письменный отказ, если они говорят нет. Это был ужасный опыт. Я не врач, но какое-то время работала в больнице. Один из наших врачей вернулся на пост медсестер, смеясь. Потому что один из его пациентов был убежден, что он диабетик, потому что часто хочет пить. Доктор сказал, что чувство жажды не делает его диабетиком. Мы люди, и вода нужна нам, чтобы жить. В 2013 году я чуть не умерла. Я почувствовала себя очень плохо. Азноб, рвота, мучительная и изнуряющая боль в животе. Я обратилась в неотложку, сделала анализ крови, но так и не узнала, что там написано. И врач сказал мне, что это просто приступ, связанный с плохой работой желчного пузыря. Дал мне обезболивающее и отправил меня домой. Через три дня мне стало еще хуже. Я не могла ни есть, ни спать. А единственное облегчение я испытывала, когда лежала в обжигающей горячей ванне. В конце концов, я вернулась в неотложку, и они сделали еще один анализ крови. И сказали мне, что у меня сепсис желчного пузыря. А мои панкреатические ферменты были 6,5 тысяч единиц и продолжали расти. При норме 100-150. И я умирала. Я была госпитализирована, и когда мне удалили желчный пузырь, оказалось, что он был абсолютно черным. В нем нашли 80 камней. Когда я впервые попала в неотложку, меня ни в коем случае нельзя было отпускать домой. Мой друг однажды сказал, что парень пришел с болью в спине и хотел прооперироваться, потому что он думал, что у него почечная недостаточность. Однажды я пошел к врачу, и он погуглил мои симптомы прямо в моем присутствии. С тех пор, как мы изучали рассеянный склероз в нейрохирургии, я убежден, что он у меня есть. Несмотря на то, что моим единственным симптомом является парастезия в ногах, забавное ощущение, по ночам. Я фельдшер. Однажды у нас был пациент, молодой парень, который был уверен, что у него паховая грыжа, потому что так сказал гугл. Он сказал, что поднимал ящики с продуктами и испытал острую, сильную боль в паху. Осмотрев его, доктор вышел из кабинета и с трудом сдерживал смех. Оказалось, что у парня был хламидиоз, из-за которого все распухло. И просто так совпало, что симптомы проявились, когда он был на работе. Однажды мой коллега заболел. У него были тошнота, усталость, частая моча и спускание, и он решил погуглить эти симптомы. Мы сидим, болтаем в офисе, и он говорит что-то вроде... Да, в последнее время я чувствую себя дерьмово, и походу у меня гестационный диабет. Но я не могу найти ни одного случая, чтобы мужчины заболели им. Я просто посмотрела на него и спросила. Ты хоть знаешь, что такое гестация? Он не знал. Это по сути беременность, если кто тоже не знает. У меня были ужасные, изнурительные головные боли в течение некоторого времени. Я гуглил свои симптомы, и мое потенциальное заболевание варьировалось от стресса до рака мозга. В конечном итоге это был синусит. Я не врач, но имею дело с мигренями. Я бы не удивился, если бы человек, который испытал мигрень в первый раз, погуглил свои симптомы и пришел к выводу, что у него инсульт. Пару лет назад мой брат решил, что раз меня уволили с работы, и я хотел занять у него немного денег, чтобы остаться на плаву, это означало, что я был совершенно подавлен, и у меня сильная депрессия. Таким образом, он пришел к выводу, что меня нужно поместить в больницу, и отвез меня к врачу. Он солгал и сказал, что хочет, чтобы я просто прошел обычный медосмотр, так как я давно не обследовался. Я был, по-моему, справедливо, зол и смущен, но так как мне были нужны деньги, я согласился. Он привез меня к психиатру, и пока она пытается задать мне несколько вопросов и узнать, как я себя чувствую, мой брат начинает выкидывать такие термины, как неадаптивное поведение и так далее. Наконец, психиатр говорит ему, чтобы он вышел, и мы общаемся наедине. Я был немного подавлен, потому что потерял работу и стеснялся просить о помощи. Но я не был психом, и психиатр согласилась, заявив, что мне просто нужна поддержка. Я не обращался к запрещенным веществам, воровству или любой другой незаконной или разрушительной деятельности, чтобы справиться с моей депрессией. Просто я был немного замкнут и подавлен из-за того, что оказался без работы и на мели. Я не врач, но в детстве и подростковом возрасте у меня были такие странные приступы, когда у меня внезапно возникало очень плохое чувство дежавю, и меня начинало сильно тошнить. В течение следующих нескольких часов после этого я чувствовал себя как в тумане, и моя память становилась дерьмовой. В конце концов я погуглил свои симптомы и узнал, что это могут быть легкие эпилептические припадки. Я пошел к врачу, он отшутился и сказал мне, что это, вероятно, просто панические атаки, связанные с нормальными эмоциями подростка. Я был так уверен, что он ошибается, что решил пройти ЭЭГ. Оказалось, у меня легкая форма эпилепсии, и Гугл был совершенно прав. Не врач, а брат пациентки. Моя старшая сестра диагностировала у себя симптомы систематической сердечной недостаточности. Ее новый лечащий врач согласился, дал ей некоторые рекомендации и отправил к кардиологу. Кардиолог отмахнулся от нее, сказав, что беспокоиться, вероятно, не о чем, и назначил обследование через несколько дней, просто на всякий случай. Одной из причин, по которой она в первую очередь забеспокоилась, было внезапное увеличение веса. И когда она проснулась через два дня внезапно на пару килограммов тяжелее, мы сразу же отправились в отделение неотложной помощи, где сдали все анализы и сделали эхокардиограмму. Анализы были очень плохие, и они немедленно отправили ее в самую большую больницу в этом районе, где в конечном итоге спасли ее жизнь от застойной сердечной недостаточности. У нее было по меньшей мере два скрытых сердечных приступа. В больницу моего города обратился парень с болью в колени, и врач сказал, что это травма от игры в баскетбол. Через пять месяцев в другой больнице врачи обнаружили, что у него был рак колена, и было слишком поздно лечить его. Он умер через несколько недель. Действительно печальная история. Я студент-медик. Недавно у меня выскочил ячмень на глазу. Ячмень обычно поддается самодиагностике, но я позвонил своему двоюродному брату, который является врачом, просто чтобы подтвердить диагноз. В любом случае, когда я рассказывал об этом инциденте одному из своих друзей, он начал ругать меня, говоря, что как медик-профессионал, я должен был пойти к врачу и обследоваться, получить надлежащие лекарства и лечение. Все, что я мог сказать, было, чувак, я становлюсь доктором, и я знаю, кто такие врачи. Особенно, когда они знают, что ты студент-медик, они, как правило, переоценивают диагноз или делают вид, что у нас есть синдром студента-медика. Но в любом случае, у меня есть лекарство, и мой глаз заживает. У меня был укус насекомого прямо на соске на груди. Он ужасно чесался, а мой обычный крем от укусов нельзя было наносить на соски. Поэтому я решила поискать в гугле, что я еще могу сделать, чтобы облегчить зуд. Выяснилось, что, походу, ни у кого еще не было укуса насекомого на соске, потому что все симптомы, которые я ввела, указывали на рак молочной железы. Я позвонила своему терапевту, мы были соседями, так что я вроде как знала его, и рассказала о своих опасениях. Он выслушал меня с минуту, задал пару вопросов, а потом сказал, «Это укус насекомого. Приходи ко мне, если он все еще будет там через три недели. Да, и попробуй брызнуть дезодорантом». Дезодорант сразу же успокоил зуд, и через пять дней ранка исчезла. Мой брат и врач, и пациент в моей истории. Примерно два месяца назад он начал чувствовать себя очень усталым и плохо выглядел, как будто действительно заболел. Он сказал своему коллеге, что чувствует себя так, будто у него лейкемия, но тот, конечно, просто отмахнулся, типа, с чего ты вообще взял? В течение нескольких недель он страдал от инфекции горла, и врач-терапевт назначил ему антибиотики. Через неделю или около того это не помогло, и он стал сильно уставать, и даже слегка запыхался, выгуливая собаку однажды воскресным днем. На следующее утро он пошел в больницу и сдал кровь. К сожалению, он был абсолютно прав, и когда его результаты вернулись, он увидел, что у него действительно лейкемия, точнее, острый милоидный лейкоз. Его уровень гемоглобина и общее количество клеток были очень низкими, и он был в очень плохом состоянии. Его сразу же госпитализировали. Много переливаний и один курс химиотерапии. Он полон решимости победить эту ужасную болезнь. Впереди еще долгий путь, но он не сдастся, и мы тоже. Я так люблю своего брата и хотела бы поменяться с ним местами. Есть вероятность, что я могу быть использована в качестве донора его костного мозга, и я надеюсь, что это получится, потому что очень хочу помочь ему. Сейчас я чувствую себя очень беспомощной, и донорство — это все, что я могу для него сделать. В любом случае, в моей истории не было гугла, но оказалось, что эти ребята-врачи чертовски хороши в своей работе, даже если это не их специализация. Я не врач, но я провел три месяца в ужасе, потому что гугл сказал мне, что у меня герпес на лице и паху. Оказалось, что это был псориаз. Иногда это довольно хреново, но, слава богу, это не заразно. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.